здравствуйте меня зовут юлия тадеуш приветствую вас всех на канале про цветок сегодня поговорим и посмотрим как мы будем обрезать розы перед зимой какие розы можно обрезать какие обрезать не стоит и как это делать сейчас я вам покажу это вот это вот чайно-гибридные куст розы такой меня тут желтый розари роза называется микеланджело и в принципе сейчас вот ее буду я обрезать поскольку это чайно-гибридная роза я могу ее обрезать не надо мне ее пригибать но все равно садовая чайно-гибридные розы я осенью не обрезаю коротко для того чтобы перезимовала как можно больше высоты побега мало ли в общем то в принципе какие бывают случаи бывает не очень хорошо допустим зимует чтобы у меня была всегда возможность подрезать ее ниже если в случае там плохой зимовки сверху побег вот подрезать я ее буду подрезать на высоту 50 сантиметров в среднем и под эту высоту я буду ставить укрытие вот здесь мы видим старый побег с морозобойны я его подрежу пока вот так хотя на самом деле я бы хочу его вырезать полностью видите куст у меня достаточно старый здесь его можно одновременно еще и почистить удалив все вот эти вот какие-то старые побеги сейчас мы почки никакие не считаем мы просто режем на высоту укрытия то есть вот так у меня будут стоять дуги соответственно вот так вот я обрезаю этот куст ну что касается вот этого побега с морозобойной который я говорила что в принципе тоже можно обрезать мы до него добрались ну вот мы его вырезали все в общем то в принципе чайно-гибридная роза готова для нашего укрытия срезы такой толщины надо обработать и я буду использовать для этого ран нет этот препарат мне очень нравится он трехкомпонентный заживляет подсушивает и в принципе как бы очень хорошо под ним побеги себя чувствуют а еще в процессе обрезки надо заметить очень часто тоже возникает такой вопрос не переносится ли инфекция она принципе может с помощью инструментов когда ты много обрезаешь и разные кусты может переноситься инфекция поэтому периодически от куста к кусту вот посоветую очень удобно берется просто такой пузыречек от чего-нибудь с пшикалкой и внутри просто спирт которым можно лезвие обработать вот это вот у меня кардесовский шраб я говорила о том что достаточно сложно взрослые кусты в принципе пригибать и вот это все вот здесь вот в принципе все розы которые тут растут тут чайно-гибридные тут растет несколько шрамов и растут флорибунды и и я приняла решение то есть я все время эти просто роза ну обрезаю одинаково вот на такой вот высоте независимо там то что это шраб потому что в принципе нормально кардесовский шраб относится к обрезке единственное что я могу здесь обрезать повыше и потом когда я буду укрывать я просто побеги немножечко вот так вот наклоню и придавлю их дугами то есть не до конца но вот это вот вот я вижу что если вот этот и вот этот я смогу где-то наклонить то вот этот побег мне надо обрезать даже я вот так вот обрежу это старый побег поэтому в принципе я его могу смело резануть вот таким образом здесь вот внутри у нас сразу открываются ну как бы побеги которые вот такие непродуктивные я в принципе уже осенью могу их обрезать так я обрежу вот сразу вот видите тут есть побег плохой ну и вот такой у меня есть очень длинный побег вот я щас его проверяю насколько он там хорошо у меня гнется в принципе в принципе пока его обрежу вот таким образом вот ну и скорее всего просто поставлю его под дугу вместе вот с этим то есть вот так это будет вот сразу можно удалить вот эти вот ненужные побеги ну все с большего куст готов под укрытие за ним сразу идет вот такая флорибунда ну вот видите вот такие вы дает длинные побеги осенние и ну за счет того что на флорибунда она конечно очень гибкая я ее буду обрезать вот она уже сама по себе гнется поэтому я могу сказать что оставлю ее тоже достаточно высоко вот видите как вырежу только какие-то там ненужные побеги и она очень легко у меня ложится то есть все зависит в принципе от того как себя куст ведет вы видите что этот куст даже несмотря на такие очень длинные побеги он хорошо раскладывается почему бы мне его не оставить побольше для того чтобы ему была возможность благополучно перезимовать здесь у него слишком много побегов мы его вытянем погода такая что розы еще цветут может быть даже я его пока вот этот побег сам оставлю до укрытия для того чтобы он просто еще я немножечко поцвел то есть то что я с ним сейчас делаю да я оставляю вот эти длинные гибкие у него эти побеги но я укорачиваю то что уже отцвело вот здесь видите какой то есть букет ищи если вы планируете уже ну как бы полностью обрезать то в принципе его можно дома же домой срезать букет если очень хочется вот это у меня пока еще молодой куст ему три года плетистой розы светлогона я его буду обрезать все же но не буду обрезать так кардинально как остальные кусты ну понятно что мне надо удалить все вот эти вот мелкие то есть я буду обрезать просто концы побегов и буду удалять какие-то ну мелкие побеги которые в принципе вообще розе не нужны вот у меня есть здесь был видимо с морозобойной вот я его оставляла здесь сейчас видно вообще осенью что какие-то ветки усохли вот санитарная такая скорее обрезка будет у этого куста на нем есть черная пятнистость понятно что все эти листики нужно оборвать надо удалить побеги которые по каким-то причинам засохли то есть санитарно так вот почистить мы поднимаясь вот выше в принципе вот все вот это только вот обрезаю кончики это во первых остановит их рост потому что видите что еще так они как-то пытаются расти за счет того что теплая осень ну и они начнут как бы больше вызревать поэтому я вот просто подрезаю макушки но постараюсь все сохранить потому что плетистая роза чем больше у нее сохранено побегов тем она будет потом красивее цвести так почистив в целом мы даже видим вот что здесь вот эти побеги такие бордовые то есть они скорее всего и не вызреют поэтому мы их смело уже сейчас подрезаем но пока эту ветку вот таким образом все таки оставляю потому что не знаю как перезимует уже будем формирующую обрезку куста делать весной вот такие вещи нужно обрезать вот тоже бордовый хвостик мы его укорачиваем до такого нормального зеленого теперь мы когда их обрезаем в принципе у них будет время подумать и дозреть вот такие бордовые вот у нас есть такой вот как раз таким молодой побег вот во первых этот совсем бордовый длинный но я ему хочу еще дать шанс вызреть я ему оставлю сверху пару листиков но прищипну его ну подрежу его макушку хочу чтобы он все таки повыше сохранился у нас остается вот таким образом там самые верхние листики можно оставить в каком-то небольшом количестве они еще дадут розе возможность дозреть ок теперь вот такой вот побег это побег первого порядка то есть он вырос в этом году мы знаем что это хорошо но нам теперь важно его сохранить потому что он явно не дозрел опять же что нужно сделать уже остановить его рост пока ну как бы на той высоте оставить вот парочку ему листиков этим мы можем срезать ну все пускай думают для созревания будем надеяться что он еще успеет если после заморозков я увижу потом проверю срезы и увижу что они будут вот сейчас они видите хорошие зеленые но если он побуреет этот срез я потом подрежу его проверю перед укрытием то конечно же надо будет его до резать до того момента вот я вижу что по стволу вот эта часть вообще у него вызрела уже а дальше уже пошли за счет вот этих бордовых пятен ну то есть мы понимаем что вот он еще не до конца готов наш побег здесь у нас еще есть вот такая вот английская роза видите какая она хорошая гибкая я фактически буду ее пригибать всю все что я сделаю ну кроме того что я оборву листву я подрежу у нее вот эти вот макушки и и побегов вот и все и буду стараться ее сохранить целиком можем вырезать какие-то бессмысленные побеги как я их называю которым не хватило но питание они такие с которых не цветочков ничего в общем то не будет не сейчас не в этом году видите вот эта вот проблема бывает иногда когда тоже на верхушке побегов особенно не хватает питания до побегу а он выпускает сразу три почки в итоге ни одна из них если может быть я заметила вовремя но это невозможно конечно при таком количестве и отставила бы остальные оборвала бы оставила одну то тогда был бы полноценный побег а сейчас все три вообще ну как бы ни о чем вообще мне эта ветка можно я думаю что там на ней вообще толку не будет вот так сразу вырезать все остальные остальные все хорошие можно принципе сохранять подведя общий итог по поводу осенней обрезки что можно сказать принципы достаточно простые все низкорослые розы чайно-гибридные флорибунды то есть все что у нас до метра мы легко можем подрезать на высоту 50 60 сантиметров под укрытие если говорить с розах выше метрят то есть это чаще всего все-таки шрабы их будем подрезать в зависимости все-таки от гибкости и возраста побега то есть на мой взгляд нет смысла толстые побеги мучить взрослые розы когда их достаточно тоже обрезать на сантиметров 60 высотой и оставить зимовать вполне спокойно что касается английских роз то с большего я всегда стараюсь сохранить практически все побеги подрезая только кончики не вызревшие побеги и плетистые розы которые тоже подрезаются минимально подрезаются просто опять же кончики побегов вырезается что-то не вызревшие конечно же сейчас делается еще санитарная обрезка то есть мы оголяются кусты и мы соответственно видим какие-то ветки которые там умудрились за лето за сезон за за сохнуть мы вырезаем их их незачем оставлять под зиму и осенью мы можем вырезать какие-то если у вас есть кусты как у меня которым уже ну от больше 10 лет по 12 лет то соответственно осенью мы можем вырезать какие-то очень старые побеги омолодив тем самым куст розы вообще про старые побеги исходя из опыта я могу сказать что вырезать их нужно и именно осенью потому что часто они все равно плохо перезимовывают чем старше побег тем как бы хуже он зимует есть такая закономерность ну на этом все по поводу осенней обрезки я прощаюсь с желаю вам удачи и хорошей зимовки нашим красавицам до свидания